Весы! Снова здравствуйте! С вами Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в текущем видео мы посмотрим тороскоп на мае 2018 года. По традиции, карты вам покажут общее эмоциональное состояние, атмосферу месяца. Какие события наиболее вероятно ожидают вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И тут вам совет, как провести этот месяц наиболее продуктивно. Работать мы сегодня будем с колодой «Универсальная фантастическая Таро». Хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным. Потому что многим из вас необходимо просматривать свой тороскоп еще по сцеленту своего знака на тальной карте. Но тем не менее, настраивайтесь на работу, проговаривайте свое имя, дату рождения. И давайте смотреть, что же вам несет май 2018 года. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Солнце. Замечательный аркан. Жизнь будет бить ключом. Это карта радости, счастья, теплоты, комфорта и уюта. Для кого-то это долгожданный отпуск, для кого-то это долгожданная ситуация деторождения, либо в целом вступление в брак. Потому что солнце всегда говорит о каких-то значимых переменах. Переменах глобальных, переменах радостных, которых вы, ну, знаете, крайне долго ждали. И вот в мае месяце они войдут в вашу жизнь. Давайте смотреть, в каких же сферах. Как это отыграется. Что вас ожидает в плане работы. Здесь у нас падает перевернутый туз, жезлов. Но карта здесь четко показывает саму по себе ситуацию, когда вы выдохлись эмоционально или физически. То есть устали работать, вот поэтому вам требуется отдых, да. Требуется ситуация восстановления сил. То есть каким-то образом, ну, знаете, что ли, найти какую-то новую мотивацию для того, чтобы работать. Потому что здесь, знаете, как иссяк ваш источник вдохновения, ваша работоспособность. Если вы, например, находитесь без работы, то это ситуация в целом, когда вы не понимаете, куда вам двигаться и как вам двигаться, в каком направлении. Если у вас свое дело или бизнес, то в этой ситуации просто это какое-то физическое истощение. Когда, наконец-то, нужно взять какой-то тайм-аут, выдохнуть и двигаться вновь с новыми силами. Что вас ожидает в плане финансов. Перевернутая четверка пентаклей. Но здесь, знаете, как попытки удержать стабильность. О чем это говорит карта? Здесь я не вижу материальных потерь, но вот здесь я не вижу заработков. То есть если у вас ситуация отпуска, понятно, что в это время вы просто-напросто не будете зарабатывать денег. Вот и все. Но о материальных потерях данный аркан не говорит. Это просто попытки удержать то, что у вас есть на данный момент. Но не более того. Скажем так, просто прихода, прибыли в этот месяц не ожидайте. Потому что он у вас будет либо позже, либо до этого момента. Потому что, ну вот здесь, скорее всего, у вас проигрывается, это как ситуация отпуска. На всяком случае, так отыграется для многих. Что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья у вас падает пятерка кубков. Ну это карта каких-то душевных переживаний, потому что это карта трансформации, карта в целом, которая указывает, ну, либо у вас ваше здоровье подорвано нервными срывами, депрессиями, либо же это в целом, знаете, карта каких-то удалений нарывов, фурункулов по этому аркану проходит. Либо здесь в целом может идти негативная динамика течения заболеваний, которые у вас есть, да, уход жизни здоровья. Вот поэтому у вас идет сама по себе ситуация, да, когда вы не работаете. И, кстати, для вас, ну, солнце это позитивный аркан, может это будет санаторий. Либо в целом ситуация курортного лечения, да, вот больничный может проиграться, потому что, вот видите, здесь финансовые какие-то вот траты. Но, тем не менее, ничего критического по этому аркану нет. Что вас ожидает с позиции личной жизни? Туз мечей. А вот здесь карта говорит о каком-то импульсе. Если вы состоите в партнерских отношениях, то это какой-то значимый разговор, который поможет вам расставить точки над «и», прояснить все какие-то недоразумения в отношениях, внести в целом ясность. Ну, то есть это, знаете, значимое событие, которое может стать точкой невозврата. То есть либо прояснить ваши отношения, их укрепить, либо стать той отправной точкой, после которой ваши отношения разрушатся. Если же вы одиноки, то поэтому аркан – это сама по себе ситуация, когда, ну, знаете, как вы можете с кем-то познакомиться, потому что все тузы, они являются символом начала. Давайте все-таки проясним, как для многих проиграется личная жизнь туз мечей. Так, что же здесь ждет? Так, а здесь у нас падает перевернутая тройка Пентакли. Все-таки могу вам сказать, знаете, это либо ваше нежелание вкладываться в тот союз, который у вас имеется, нежелание над ним работать, потому что вы, скорее всего, понимаете, что это бесперспективно. Если с позиции партнеров свободных, то здесь четко идет ситуация, что вы понимаете, либо еще не время, либо в целом это не тот партнер, который к вам вышел на связь, а в целом состоялось знакомство. Так, ну и совет от карт. Что же вам делать в этом месяце? Десятка кубков. Десятка кубков всегда говорит, восприняйте духом, вне зависимости от ситуации, вне зависимости от того, в целом, что происходит, потому что это карта эмоционального удовлетворения, это карта укрепления семейных корней, отношений с родственниками, отношений с друзьями, отношений в коллективе. Если с позиции здоровья его осматривать, то это все-таки пойдет улучшение здоровья после той негативной динамики, которая у вас имела место быть. И опять же, это карта отдыха, это карта радости. Для многих это все-таки пополнение семейства. Может быть по этой причине, но для кого-то это могут быть и нелегкие роды, соответственно, вот такая вот динамика. Если с позиции отношений, то на фоне, например, родов, здесь может быть ухудшение ситуации в семье, конфликты, потому что, скажем так, вам сейчас не до партнерской деятельности, у вас свои другие заботы, у вас ситуация деторождения. Но в целом, этот месяц для вас крайне позитивен и благоприятен. Поэтому и воспринимайте его, и встречайте его с позитивом. И он вам воздаст тем же. Вот таким вышел у вас месяц, на мае 2018 года. Отписывайтесь, пожалуйста, со временем в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Буду вам крайне признательна за обратную связь. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, мои ссылки на мои контакты под этим видео. Ну, а я вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok